Самая маленькая девушка Челябинска, рост которой составляет всего 130 сантиметров, нашла свою биологическую мать через программу Андрея Малахова на федеральном телеканале. Как прошла встреча и почему родительница так долго не пыталась встретиться с дочерью? Все ответы в сюжете нашего корреспондента. Милана Николаева пришла на эту программу, чтобы найти свою биологическую мать. Девочку 27 лет назад оставили в роддоме. Милана долгое время не могла понять, почему с ней так поступили и хотела задать вопросы, которые ее мучают всю жизнь лично. Я бы хотела увидеть человека, потому что все-таки я заслужила этой встречи, я заслужила задать вопросы какие-то. Когда ты живешь, на тебя люди смотрят, а ты задают какие-то вопросы по росту, а ты не знаешь, что ответить. Ты просто такой думаешь, ну, мне нужна вот эта женщина, мне нужна мама, которая поможет ответить на вопросы. У Миланы Николаевой очень низкий рост, 130 сантиметров. Заболевание ей передалось по наследству. Девочка сумела побороть комплексы, переехать в Челябинск и Замурской области, окончить университет и стать волонтером. Она кормит бездомных. Сейчас Милана стоит в очереди за квартирой. Жилье ей положено как сироте. В конце марта девушку пригласили на съемки программы Андрея Малахова. После эфира в редакцию позвонила женщина. У нее такое же заболевание, и она 27 лет назад отказалась от дочери. Женщина предположила, что Милана ее ребенок. Это невозможно описать. До сих пор иногда вспоминаю. Очень тяжело было. Пыталась это забыть. Я просила врачей показать ребенка. Но они мне не показывали. Все время говорили, что подождите, подождите, позже принесем. А потом вот принесли эти бумаги, чтобы я подписала отказ. И я подписала отказ. Ну, сказали, что все равно он ребенок не выживет. Вам будет тяжело это все. Лучше сразу вот так вот отрезать. В эфире озвучили результаты теста ДНК. Но родство не подтвердилось. Однако у Андрея Малахова был сюрприз для Милы. Оказывается, еще одна женщина звонила в редакцию. Выяснилось, она живет по соседству с настоящей матерью девушки. Своего ребенка сдала. Другого ребенка, который родился в этот же день и в час, может быть, в этом же роддоме, забрала и воспитывала. Семья Николаевых, которая была на хорошем положении, которая была не бедной, скажем так. Она была в статусе. Она прекрасно могла, ну, скажем так, воспитать и двоих детей. Но сама Ира не справилась, может быть, не справилась она с этой судьбой. Воспитывать снова девочку такую же, вот такую же, как она. Тогда вместе со съемочной группой Мила отправилась в Хабаровск, к биологической матери. Первой, кого она увидела, это была бабушка. Та отреагировала на приезд девушки холодно и попросила поговорить без камер. Зачем телевидение? Можно было по-человечески сказать? Мама там или Ирина. Я хочу встретиться. И встречи бы произошли. Встречи как бы? Зачем столько лет? Зачем идти таким путем? Именно таким путем – это только отдаленность. Потому что она столько всего в связи с этим перенесла, что это... А почему не вышла она связь со мной? Почему мне письма не отвечала, когда я писала? Мои письма просто брали и разрывали в интернате. Я не могла их отправить. Почему бы она связь раньше не вышла? Вот сейчас придет Ирина, она все расскажет, почему все так получилось. После приехала и сама мама, но выходить из авто не стала. Она попросила Милу пообщаться в машине. И даже мама ее запретила называть. Мам, смотри, я должна... Хорошо, Ирина, хорошо, Ириша. Ирина, Ирина Филипповна. Как выяснилось, мама Милана отказалась от дочки добровольно. До 18 лет платила алименты. А сама взяла на воспитание обычного ребенка и назвала ее точно так же. На вопросы Миланы, почему она так поступила, женщина ответить так и не смогла.